Заброшенный дом в Бендерах под снос. На неделе строители разбирали тут старый хлам. Выносили мусор. На пол выпал небольшой пакет, туго перетянутой ниткой. Открыли. Внутри был почерневший от времени металлический кругляш. Оказалось, это боевая медаль, только в очень плохом состоянии. Медаль передали историкам. Она серебряная, затертая, поцарапанная, сбитым гуртом. На лицевой стороне название «За боевые заслуги». Эту награду учредили в 1938, а всего выпустили более 5 миллионов. Первые медали вручали за бои у озера Хасан, потом за Халкингол. К началу Великой Отечественной порядковый номер награды перевалил за 21 тысячу. На обороте найдены медали номер 390 833. Историки говорят, скорее всего, это награда первых лет Великой Отечественной. Сейчас ее реставрируют. К данной медали будет припаяно ушко, найдется оригинальная колодка, выровнится поле от заусенций, гурт выровнится, выровнится вот этот скос, напаяется серебро и как бы выкатается. Будет выглядеть почти как новое, как бы, но лучше, чем сейчас. Как бы, чтобы не стыдно было, если найдем детей-владельца, и вернуть как бы. От битка для детской игры до боевой медали несколько дней работы. И вот результат. Вот это та самая награда, которую вот случайно удалось найти. Она же вроде... Сохранность была гораздо хуже. Что с ней? Ну, это вот уже после реставрации, у нас есть реставрация Алексея, поэтому он ее довел, так скажем, до нужного состояния, да правильно, как она должна быть хотя бы примерно. То есть награду почистили, припаяли ушко и осталось дело за малым узнать, собственно, кому она принадлежала. Потерянные боевые награды у нас находят не впервые. В таких случаях обращаются в Центральный архив Минобороны России. Делают запрос. Часть информации Министерство обороны предоставляет онлайн. Мы можем узнать о человеке что-либо. Но часть информации установить собственника этой награды такой возможности на следующий момент нет. Но есть какой вариант. На том же самом сайте Министерства обороны можно найти необходимые документы, которые надо будет заполнить и предоставить их в наградное дело. Вас попросят оплатить работу наградного отдела. Это где-то касается в наших деньгах в районе 200 рублей. Потом еще найти родственников, узнать, где живу, связаться с ними. Обычно это большая удача, когда награду возвращают потомкам. С наградой находит потомков-героев. Спасибо большое. Это кадры октября прошлого года. Людмиле Чабан из Кишинева вручают награду ее деда, Игната Кузнецова. Медаль за отвагу нашли тоже в одном из огородов Бендер. Передали в музей. Дальше все сложилось. Родственников нашли. Хочу его увидеть и выразить ему слова благодарности, что он ее, как говорится, нашел время, привез в музей. А потом отдам, что-нибудь еще, нашел время и привез. Я ему очень-очень благодарна. А вот такие награды встречаются нечасто. Это Георгиевский крест времен Первой мировой. Тоже найденный. Только у села Парканы. Серебрение почти сошло, но остался порядковый номер. То есть шанс узнать больше. Что примечательно, видишь, 322 номер. У них выпуск всего был миллион двести. А это 322. То есть самое-самое начало. Сейчас поищем, я найду. Там фамилия Надеждин. Мужика. Но не нашли, за что дали. А когда дали, нашли. Но чем примечательно, Николай Второго цеплял на грудь ему сам. Тут поисковикам повезло. Кому принадлежала награда, нашли. Надеждин Николай Евсеевич. Рядовой 79-го Куринского полка генерал-фельдмаршала князя Воронцова. Этот Георгиевский крест Николай Второй вручил герою 1 декабря 1914-го. За какой подвиг, правда, неизвестно. Историки говорят, за каждой такой потерянной наградой история отдельного человека из страны. Детали, по которым мы больше узнаем о прошлом.